Друзья, я всех приветствую! Находимся на размере Кремлянная Россия, серия номер один. И вы наверняка знаете, что в нашем кругу криминальном слишком мало воров в законе. Поскольку двое у нас отправились в мир иной, даже трое, а может еще больше отправились в мир иной, к сожалению. И нам нужно как можно больше, наверное, людей. И сегодня тот день, когда к нам прибавится один человек. Поскольку вчера он был не убит, кто не смотрел прошлый ролик, обязательно посмотрите, для того чтобы понимать. И сейчас Дон Ган лично позвал короновать его, да, короновать наворов в законе, чтобы вы понимали, сбежавшего заключенного из тюрьмы. Но почему-то это мы делать будем в Эдово, в Эдово почему-то. Говорит, приезжайте в Эдово, в пятиэтажку, там-то мы все и решим. И я такой, ну обычно, знаете, можно было, например, дома, допустим, у Дона Гана, но нет, почему-то... Кто там потерялся? Босс, ты что теряешься? Давай, держись. Можно было у Дона Гана сделать это дома, но почему-то решил он нас пригласить именно в Эдово к себе. Вот, я уже вижу, отсюда ждут во дворе. Видимо, кто-то здесь живет авторитетный, скорее всего. Я так полагаю, что здесь какой-то авторитет живет местный. Дон Ган здесь стоит, еще и пушку махает. Вы что, ребят? Я как полицейский не должен в руках видеть пушки. И Взяткин тут как тут. А что Взяткину-то не поменяли одежду? Дон Ган, я появился, что согрел, как бы его там отвез домой тогда. Но нужно было хотя бы одежду ему сменить. Дон, ты мне объясни, пожалуйста, почему сюда? Почему в какую-то сраную, грязную пятиэтажку, где водятся в основном гопники какие-то непонятные? Мы здесь уже разборки устраивали с гопниками, было дело. Почему именно сюда, скажи мне? И почему ты с охраной с оружием здесь? На крышу пошли. Там продолжим. На крыше сам все узнаешь. Понял, понял. Хорошо, крыша-то крыша. Просто не камильфо, это делать на крыше, на улице. Дон, ну что за эта несерьезность? Давай, может быть, за круглым столом накроем стол, да? Выпивки нальем чуть-чуть. Мне кажется, так будет намного лучше. Может быть, в помещении это будем делать? Ну, Дон, Ган, ну что мерзнуть-то? Серьезно. Давай коронуем где-нибудь в помещении. В ресторане. Как тебе? Потерпишь. Да я потерплю. Зачем мы здесь? Скажи мне хотя бы. Ты же мужик как-никак. Да я-то потерплю, проблем нету. Просто что ты устраиваешь в какой-то непонятный цирк сейчас? Мы решили, мы его не убили. Ты его вчера лично поймал на лодке, когда его скинули. И сейчас ты устраиваешь сам какой-то цирк непонятный. Есть разговор к Взяткину. Так, я понял. Хорошо, хорошо. Что за разговор? Салага. Он его Салага называет? Взяткин. Ну ладно, хорошо. Действительно, он дает понять, кто здесь главный. Погоняло хоть есть? Погоняло, наверное, Взятка. Взятка, действительно. Взятка, пожалуй. Я лично это ему говорил, что у него такое погоняло. И неплохое, кстати говоря. Не считаю, что оно какое-то оскорбительное, допустим. Если надо, в криминальном мире Взяткин смело возьмет взятку. Да? Ну главное, чтобы это было не против нас, конечно же. Короче, где Ло? Тебя посоветовали нам пока что. И еще, пока ты не официальным в нашей компашке. Ну вот. И сегодня мы сделаем это официальным. И в любой момент можешь передумать. Ну, сейчас... Он уже не будет... Он сейчас сбежал из тюрьмы. Пойми, Донган. Ну, какой передумать? Ему либо к нам, либо бомжевать куда-нибудь. Я готов стать официальным вором в законе. Но что надо сделать? Взяткин, потерпи. Все будет. И мы можем передумать. Мы не передумаем. Алло. Донган. Я не выкину его на улицу. Все. Он сам подставит потом. Мало ли что. Его нельзя просто кидать. Иначе он все расскажет всем. Если ты хочешь быть в нашей компашке, то тебе надо принять серьезное решение в трех задачах. Начинается. Опять эти проверки. Как у меня, друзья, были проверки. Там какие-то кого-то где-то убить. Какое-то задание давали. И после осуществить спецзадание. А, еще и спецзадание будет. Хорошо. Проверочка. Ну, ладно. Я согласен с этим. Потому что просто так попасть. Типа, вот тебе корона. Держи все. Ты его разогонишь. Понятно, так не делается. Поэтому, друзья, что-то Донган на закате придумал. Интересное. В случае, если хоть что-то не исполнишь. Или выполнишь неверно. Казнь без разговоров. Согласен? Казнь. Ну, конечно, взяткин. Видишь, как? Но это запугивает, мне кажется. Он согласен. Но у него выбора нету. Хотя Донган не запугивает. Он реально его казнит, скорее всего. Убьет. Это проверка какая-то. Жесткая проверка пошла. Я понял. Итак. Мне самому даже интересно. По-моему, я проходил. Но я проходил спецзадание. Помню. А тут какая-то проверка из трех задач. И еще какое-то спецзадание. Итак, первый вопрос. Представь, что ты едешь с трупом в багажнике. И тебя остановили ДПС. И обнаружили его. Твои действия. Так. Ну, действия настоящего вора в законе. Это, конечно же. Сначала предложить взяточку нужно. Да, взяточку. У него фамилия. Надеюсь, он поймет. Взяточку нужно предложить. Если это не знакомые, конечно же. Да. Если знакомые, договориться попробовать. Ну, а если не согласен взяточку у человека, то, блин. Убрать, скорее всего. Сначала я пытаюсь с ними договориться. Денежку там подсунуть в конверте. Молодец. Молодец. Это правильно. Это правильно. Это после того, как труп уже обнаружен будет. Что делать настоящий вор в законе, друзья? Вот вы знаете теперь. Но если он окажется проблемным, то придется его кокнуть. Молодец. Взято. И это правильно. Донган. По-моему, это верно. А, кстати говоря, я бы так же сделал. И будет второй труп в багажнике. Но, кстати, не второй. Потому что ДПСники по два человека ездят, да, в наряде. Я думаю, что три трупа будут в багажнике в этом случае. И еще плюс машина ДПС к ворам в законе улетит, скорее всего. А теперь второе испытание. Да. Правильно. Правильно. Верно он ответил. Слава богу. Слушайте, ну это детский сад. Вопросы слишком легкие. Донган. Это не серьезно с твоей стороны, на самом деле. Такие вопросы детсадовские задавать. И вообще, я считаю, что можно было подобные вопросы задать точно так же в любом другом месте. Допустим, опять же, дома у Дона Гарда. Но эта голова Дона Гарда, все что угодно может придумать. И просто в нее не попрешь, друзья. Потому что это Донган. Вы сами должны понимать. Самый авторитетный ворозаконий на планете, чтобы вы понимали. Нам не нужны какие-либо связи с внешним миром и с теми, кто не посвящен в криминальный мир. Так. Ну, всем понятно это. И не будет никаких связей. Все нормально. Поэтому нужно избавиться от лишних. Будем избавляться. Взяткин обязательно будет избавляться от лишних. От любых лишних людей. И в свидетели в том числе. Сейчас узнаешь от кого. А, сейчас нужно избавиться? Ничего себе. Выводите его. Выводите? Кому он крикнул? Кому крикнул? Донган. Дон... Что? Отец? Отец взяткин? Дон, ты издеваешься? Это... Это шутка? Дождь, это же твой отец. Это же твой отец. Сынок, меня привезли эти люди сюда. И мне его убить надо? Стоит. Пистолет дали? Вы что? Не надо, не надо. Дон, зачем? Можно же без этого? Это же его отец в конце концов. Можешь начинать задание. Ему... Ты... И серьезно? И ты убьешь его? Здравствуйте, товарищ полковник. Да здравствуйте, конечно, но... Как бы... Вы вообще адекватно себя чувствуете? Взяткин, неужели ты готов убить отца? Посмотри, у тебя такой хороший отец. Он тебя прикрывал. Ты чего? Что мне делать? Боже мой, что мне делать? Нахрен? А, его убьют. Если... Если он не убьет отца, то взяткина убьют. Он сказал, что казнь будет моментальной. И, естественно, отца тоже уберут в таком случае. Конечно, выгодно, чтобы он пристрелил отца. В любом случае, так. Я, конечно, очень сильно люблю своего сыночка. И не хочу расставаться с ним, но... Что ты там мямлишь начинать давать? Да подожди, Донган. Подожди, потерпи хотя. Пусть договорят. Ну, последние секунды все-таки. Донган. Ты сиклой или кто-то? Да подожди ты со своей шляпой. Подожди. А если для него это очень важно, то я готов пожертвовать своей жизнью. О, боже мой. Ам... Блин. Стой. Взяткин. Взяткин. Ты же... Ты же понимаешь это все. Это смерть отцу твоему. Да, сынок. Я хочу для тебя только лучшего. Ладно, убиваем. Да куда? Серьезно? Взяткин. Взяткин, у тебя есть возможность? Блин. Я не могу на это смотреть просто. Он его... Столько-столько прошли вместе. Вырастил сыр. Просто берет и убивает. Ну как? Папа, заранее скажу. Прости. Все, я нахрен закрываю глаза. Да. Вот так, друзья. Вот тебе... Я понял, почему на крыше. Чтобы никто не видел, никто ничего не слышал. Понятно. Все. Все, пристрелил. Помянем деда. Тихо, охрана. Заткнись лучше. Вообще ничего не говори. Возможно, у нас были какие-то непонимания с друг другом. Но знай. Я тебя всегда любил. И буду любить. Все, стреляй. Хватит на этом. Зяткин, быстрее. Только быстрее. Все, стреляй. Либо два трупа будет. Ну. Давай. Зяткин. Давай я сам. Давай я. Давай я. Давай сюда пистолет. Заколебал. Сейчас я сам буду стрелять. Нет, я не могу. В смысле? Я могу попробовать за тебя. Слышишь? Надо. Надо, понимаешь? Нам такие трусы не нужны. Ну что? Давайте я за него. Донган. Дон. Давайте я убью его. Только не убивайте, пожалуйста, Узяткина, а? Казните меня. Но папа пусть живет. Папа не будет жить. Вас двоих убьют. Неужели ты этого не понимаешь? Справился. В смысле справился? Молодец. В смысле? Донган. Какой молодец еще? Это правильное решение, салага. Родные. Это святое. Вы? А если бы... Подожди. А если бы он убил? Это самое ценное, что у нас есть. То есть, если бы он убил, то... Его бы тоже убили бы? Он бы не прошел испытания. Я понял. А ведь у Дона Гана... У Дона Гана был сын, которого он не убил. А это же тоже, типа, да, левые связи и так далее. Обалдеть. Друзья, ну, все, живой. Живой. А я хотел его убить. Я... Если что, я... Я бы... Я бы тоже не стрельнул. Дедок. Я отвечаю. Я бы не стрельнул. Твоя лысая башка бы сохранила свое состояние. Точно говорю. Товарищ полковник, за что это все мне? А что, вас же не убили? Вас же не убили? Не убили. Чего вы? Все нормально. Еще одно задание какое-то. Третье Дон Ган дает. Ты должен нам всем доверять. В криминале все построено исключительно на доверие. Вот с этим я согласен. Потому что у каждого есть пушка. Каждый может в любую секунду друг друга пристрелить. И нужно доверять. Понимаете? Значит, разбежался и прыгнул с крыши. Да вы что? Да вы что? Дон Ган, он же умрет. Дон Ган, он же умрет. Какой разбежался и спрыгнул с крыши? Тогда он точно умрет? Ты что, не слышал? Подожди. Но это глупо. Я понимаю, что он как бы должен доверять Дону Гану. Но это не логично же. Я превращусь в фарш. Он погибнет. Дон. Дон, не надо. Дон. Вы что? Не надо. Ты сейчас разобьешься нахрен. Ты разобьешься. Не надо, не надо. Он пошутил. Он пошутил. Не прыгай. Да подожди, он пошутил. Ну что ты? Тоже не выполняй. Не выполни. И все будет ок. Я думаю так. Это все ради всех. Подожди, подожди. Стой. Дон. Дон. Он не прыгнул. Он не прыгнул. Выполнил? Он не прыгнул. И справился. Ура. Он справился. Дай куда быстро. Давай, салага. Он кричит ему прыгать с крыши. Взяткин. Взяткин, не стоит этого делать. Тебя никто не заставляет. Ты знаешь, только что, что было. Он тебя заставлял убить своего отца. Прыгать. Нет. Нет, конечно. Не надо. Ты чего? У вашего сыночка большое будущее. Большое будущее где? В гробу? Если он сейчас прыгнет, он умрет. Бомбочкой. Что? Бомбочкой? На асфальт? Да вы охренели, что ли? Так. Взяткин, ты переломаешь себе все. И, скорее всего, сдохнешь. Прощайте, товарищ полковник. Вот дурачок. Я надеюсь, что это шутка. Встретимся с вами на том свете. Взяткин. Взяткин. О, босс. Ты что, ты куда? О, босс. Все. Улетел. Улетел. Я не хочу смотреть на троп. Товарищ полковник, спасибо вам большое. Вы сделали из моего сына настоящего. Он только что улетел. Он разбился насмерть. Кого я из него сделал? Я сделал из него лепешку. Только что. И все потому, что он связался со мной. Ты понимаешь это или нет? Я очень горд за ним. О, он умер. Он умер. Ты чего несешь? Старый, ты вообще не видел, что это? Ты мне очки может подогнать, а? Что ты видел? Он только что улетел вниз. Взяткин, зачем ты прыгнул? Объясни мне. В смысле? В смысле? В коромысли, блин. Донган. Донган. Знаете, на самом деле я не уважаю Донгана после этого. Я просто его не уважаю. Потому что он просто взял и отправил человека на смерть. Заставил, понимаете? Собственно, ручно убить себя. То есть он убил человека. Это неправильно, я считаю. Это было неправильно. И вы, Донган, как уважаемый человек, меня очень сильно разочаровали. Что за доверие такое, а? Ну, хочешь сам прыгай. А вот возьму и прыгну. И все. И меня вместе с Взяткиным не будет. А я бы вам еще пригодился. Но я не против. Ага. А ничего что? Я бы так там пригодился еще. Прыгай, если не трос. Так я разобьюсь. Прыгай, что ты. Я прыгну. Я же прыгну. Слышишь? Ты что тут? Ты что из меня тут делаешь? Кого строишь, а? Дончик? Ты, конечно, извини. Я понимаю. Я сейчас на грубости перехожу. Но это, я так понимаю, мои последние слова сейчас. Разбежался и прыгнул. Да пошел ты. Нахрен. Дончик. Га... Нет, это лишнее. Дончик, короче. Пошел ты. Прыжок. Я сказал, что прыгну. Прощайте. Прощайте. Ясно. Понятно. Вот Донган, а. Вот старый паразит. Просто старый паразит этот Донган. Зяткин. Почему ты не разбился? Почему я тоже не разбился? Кто, блин, придумал? Скажите мне, ставить пятиэтажное здание прямо на краю. Прямо на краю поставил. Хорошо, что я очень сильно не оскорбил Дона. Надеюсь, отношения с ним у нас не испортятся в дальнейшем. Три испытания. Я так понимаю, что ты прошел. Бзяткин. Поздравляю тебя. Но впереди тебя ждет самое главное. Спецзадание. Почему я, конечно же, становлюсь уловом? Кстати говоря, тебя уже второй день ловят в воде на лодке. У вас всегда так? Нет? Нет, такого никогда не было. Это Донган что-то начал придумывать какую-то ерунду. Я, скорее всего, уверен, что в порту эта история тоже придумана Доном Ганом. Наверняка. Поэтому Донган, конечно, придумывает всякие непонятные плюхи. Ненужные, причем абсолютно. Но испытание прошел, взяткин. И я сам, по сути, тоже прошел, да? Но я уже со злости прыгнул, можно сказать. Спасибо. Да мне это за что? Мне за что? Скоро поедем выбирать тебе одежду. Я не хочу видеть в таком тебе прикиде, понимаешь? Ты не должен так ходить. Должен быть уважаемым человеком, в конце концов, да? У тебя должны быть либо погоны, либо красивый костюмчик. Настоящего вора в законе. Серьезно. Конечно, конечно. Главное, не провали, пожалуйста, спецзадание. А это форма никчемного заключенного. Она тебе не нужна. Друзья, надеюсь, что взяткин также справится и со спецзаданием дальнейшим, которое его ждет. И именно тогда он будет официально приглашен в нашу воровскую диаспору. Если вам нравится наблюдать за этой диаспорой, за этими ворами в законе, так называемыми, то не забывайте, пожалуйста, друзья, поддерживать ролик лайком. А также не забывайте, что все события происходят на первом сервере Радмира Криминальная Россия. Ссылочка есть в описании. Если вы сюда приходите, при регистрации вводите мой ник. А также вводите уже в игре команду МН. Далее 11 пункт. И промокод вписывайте. Макс. Дип. Большими буквами. По достижению 4 уровня получаете от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok